На тему эскалации в зоне армян-азербайджанского нагона Карабахского конфликта мы поговорим с нашим специальным гостем. Сейчас к нам присоединился народный писатель Азербайджана Натик Расулзады. Здравствуйте, Натик Меолим, и спасибо, что присоединились к нам сегодня. Давайте обсудим ситуацию, которая происходит сейчас. Хотелось бы узнать ваше мнение именно с гуманитарной точки зрения. Насколько эта ситуация обширна и насколько она привлекает все-таки внимание? Вы знаете, я хотел бы начать прежде всего с того, что поздравить азербайджанский народ с этой успешной, великолепной контратакой наших вооруженных сил. Я хочу напомнить апрельские бои, когда наши вооруженные силы также успешно контратаковали. И это был первый шаг к победе. Тогда я много писал на разных сайтах, газетах. И я сказал, что это первый шаг к победе. И я верю, что в ближайшее время этот шаг продолжится. И вот мы убедились, что этот шаг продолжается. Я думаю, он в целом приведет к успешной победе, дай Бог. И наши вооруженные силы освободят все захваченные агрессором земли. Недавно, вообще я вам скажу, эти подлые убийства со стороны армянских бандитов, я иначе их не могу назвать. На меня и на все мое поколение, на весь народ азербайджанский очень серьезно подействовали. Я до сих пор был под впечатлением убийства двухлетней Захры и ее бабушки. Мирное население. Мирное население убивают, причем прицельным огнем. Это же, я повторяю, это бандитские, а не солдатские отношения к войне. Кроме того, вот недавно погиб наш генерал. Это была для меня, наверное, последняя капля. И я тогда обратился к президенту, к верховному главнокомандующему, господину Ильхаму Алиеву. И в обращении сказал, что мое поколение, несмотря на то, что нам уже, мягко говоря, немало лет, готово выступить солдатами в защиту Родины. Потому что есть время поэтов, есть время солдат. Вот сейчас время солдат. Конечно, я понимаю, что каждый на своем месте, каждый на своем посту. И интеллигенция, и вооруженные силы должны исполнять свои святые обязанности вот в это тяжелое время. И очень хорошо об этом сказал первый вице-президент Азербайджана, Мегрибан Хаам Алиева, что надо использовать все ресурсы, в том числе интернет и социальные, чтобы доказать миру нашу правду, чтобы донести до мира. Это верно. 30 лет назад, примерно 30 лет назад, когда вот это началось, агрессия Армении, у нас было в этом отношении очень тяжело. Потому что была блокада, информационная блокада. Наше слово со стороны Азербайджана не доходило до мира, не доходило до других стран. Они воспользовались этим? Очень, да. Они воспользовались и очень профессионально, потому что, вы знаете, с армянской стороны работает очень много таких профессионалов в деле вранья, в деле перетасовки фактов. И все это мировое сообщество воспринимало нормально, к сожалению. Вот сейчас, к счастью, эта информационная блокада, ну, можно сказать, в большей степени для Азербайджана разрушена. Мы ее, значит, предотвратили, пережили, и надо пользоваться всеми ресурсами. Вот я писатель. Значит, что у писателей главное оружие? Слово. Пусть наши художники, наши композиторы, писатели, они очень активно, вот я наблюдаю последние несколько дней, это просто вспышка активности со стороны нашей интеллигенции. Поэтому я очень приветствую вот это, то, что наши... И раньше это было очень активно, но сейчас это в связи вот с последними событиями, которые очень нас порадовали. И мы еще раз убедились, что наша армия, на самом деле, очень профессиональная, сильная. И наш верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, очень умело и как политик, и как государственный деятель, и как верховный главнокомандующий руководит этой армией. И я еще раз призываю, это много раз звучало с экранов, но я хочу еще раз сказать, что сейчас, в такое время, мы должны очень крепко сплотиться вокруг президента, вокруг верховного главнокомандующего. Сейчас, будь то оппозиция, будь то не оппозиция, любые люди, всякий гражданин, в первую очередь, он гражданин нашей страны, гражданин Азербайджана. И поэтому все должны понимать, что это настало самое время нам сплотиться. И очень успешно идет эта контратака, эта борьба наших войск. Надо, чтобы это все дошло до своего финала, чтобы весь Карабах уже был Азербайджан. Но я должен сказать, вы знаете, законы войны таковы, что наступающая сторона, она теряет, несет больше потери. К сожалению, это вот закон войны. Поэтому наше общество, любой азербайджанец, любая азербайджанская мать, любая мать солдата, который сейчас на линии фронта, и которым нелегко приходится перед огнем противника, любой гражданин Азербайджан должен понимать, что войны без жертв не бывает. Конечно, все мы будем стараться, чтобы жертвы были как можно больше с той стороны. Это война. Но к этому надо быть готовым. О том, что Азербайджан начал эту контрнаступательную атаку только в ответ. То есть мы увидели агрессию со стороны Армении, которая вчера утром началась, когда они начали обстреливать мирные села, убивать мирных жителей. И, соответственно, Азербайджан был вынесен уже... Да-да, правильно. Но мы сейчас наступаем. Мы сейчас наступаем. Причем война ведется на нашей территории. Мы, соответственно, возвращаем оккупированные территории. И мы отстаиваем свои права. Именно. Мне также интересно узнать ваше мнение по поводу роли СМИ. Возможно, мы сейчас видим, что вот вы говорите, поэты, писатели, авторы, они тоже делают свою работу. То есть каждое общество пытается внести свой вклад в теперешнюю ситуацию. И, возможно, и, в принципе, мы уже это видим, победу Азербайджана. СМИ, мне кажется, здесь играет тоже роль. И мы видим поддержку международных СМИ. Вчера это было в турецких СМИ, марокканских СМИ. Они активно поддерживали позицию Азербайджана. Да-да, совершенно верно. Роль средств массовой информации очень высока. Я вам скажу, очень высока и вот социальные эти газеты и телевидение. Вы знаете, в первую очередь роль вот на данный момент средств массовой информации заключается в том, чтобы поднять общий дух народа. Я думаю, он достаточно высок у нашего народа. Но, опять же, нужно как-то... Вот есть некоторые моменты, когда как-то пессимистичные какие-то прогнозы, какие-то пессимистичные информации. Надо стараться побольше оптимизма. Вот роль СМИ в этом и заключается. Поднять дух народа. Потому что это знают и наши солдаты, которые сражаются, общее положение, каково настроение народа. Вот что мы ждем от них? Мы ждем, чтобы они принесли нам победу. И мы эту победу всячески должны поддерживать, подогревать в душах наших солдат. Я вам скажу, вот интересный момент. Вы правильно заметили, что мы воюем за возврат наших законных земель, которые были захвачены агрессорами. Имеем полное право. Вот я хочу... Наверняка вашу передачу смотрят и за рубежом, в том числе и в Армении. Я хочу обратиться к армянским матерям, которые послали. То есть без их ведома, естественно, они бы не послали. Но сейчас вот армянские солдаты, за что они воюют? У них идет обширная мобилизация, между прочим. Да, у них обширная мобилизация, но они должны понять, что они воюют как агрессоры. В первую очередь они воюют как захватчики. И это... Я не думаю, что дух захватчиков и агрессоров может быть до такой степени высок, как у наших солдат. Потому что наши солдаты, наши воины, они воюют за то, чтобы очистить землю, очистить нашу исконную землю от этих агрессоров, от этих захватчиков. И поэтому, конечно, дух наших воинов должен быть высок. Он и есть высок. И мы всячески, и средства массовой информации, и интеллигенция, которые полностью присоединятся к нашей борьбе за освобождение земель. Мы должны, конечно, всячески поддерживать дух наших воинов. Вот это первоочередная задача. Чтобы наши воины знали, что за ними стоит весь азербайджанский народ. И весь азербайджанский народ сплочен вокруг президента, вокруг верховного главнокомандующего. Вот это, пожалуй, на данный момент это самое главное. Наступит мирное время. Вернем мы Карабаху. Это я верю. Вот тогда, как говорится, можно расслабиться. Тогда можно заняться и поэзией, и музыкой. Но, тем не менее, и сейчас надо заниматься и поэзией, и музыкой, и изобразительным искусством. Все. Но сейчас очень важно во всем искусстве дух нашего народа. Чтобы патриотизм. Чтобы в первую очередь то, что мы пишем, то, что мы творим. Чтобы это все было пронизано чувством патриотизма. Духом патриотизма. Это очень важно. Вот в этом, я думаю, заключается задача на сегодняшний день. И писателей, и композиторов, и всех других деятелей искусства, науки даже. Искусства, науки и культуры. Вот таким образом мы можем поддержать. И если надо, я опять говорю, вот то, что мое обращение к президенту, это не пустые слова. Потому что я знаю, я не один в этом возрасте стремлюсь освободить свою землю. Даже с оружием в руках. Потому что я знаю, за мной стоят мои сверстники. Тысячи сверстников. Десятки тысяч сверстников. Вот вы посмотрите, я каждый раз наблюдаю за опросом на улицах. И ваш канал, и другие телевизионные каналы. Они ведут опрос на улицах. И люди под 70 лет, даже старше. Они все полны духом, воинственным духом. Что если будет возможность, если будет такая необходимость, мы все готовы с оружием в руках освобождать нашу землю. Вот поэтому, я считаю, наша задача заключается в этом. Чтобы поднять дух наших солдат, в первую очередь, и дух всего нашего народа. Вот вы правильно отметили, в том числе, что азербайджанские солдаты, азербайджанские военнослужащие, люди в целом, они борются за свою землю. Они борются за возвращение территории. Но при этом мобилизация, которая происходит в Армении, это, в принципе, мобилизируются люди для того, чтобы воевать за оккупацию, за поддержку. И в то же время идет очень большая лживая пропаганда в армянских СМИ, которая, в принципе, именно старается каким-то образом поднять дух армянских солдат, военнослужащих. Но мы видим, что они, в принципе, не совсем и настроены на это. То есть, получается, их принуждают даже к этим действиям какого-то рода? Конечно, конечно. Они принуждают разными методами. Вот я сейчас сказал про искусство. Вы знаете, что происходит в Армении, в Ереване? Там даже известные деятели искусства, писатели, вот одного я даже могу называть, Гранд Мотивасян, это очень хороший писатель, великолепный, талантливый писатель, который знает, что почем, знает, что его страна агрессор. И, вы знаете, вот таких деятелей искусства, таких деятелей культуры просто замалчивают, как будто их нет. Вот ведется тотальная пропаганда и против своих инакомыслящих, и, естественно, против страны, одну пятую часть которой агрессор захватил. И поэтому, конечно, нам надо стараться, стремиться выйти на мировой уровень, на мировую, чтобы, наконец-то, мы знаем, вот сколько было попыток разных сообществ как-то помочь, внедриться, все, но они все кончались безуспешно. Поэтому совершенно прав наш верховный главнокомандующий, наш президент, что вот начал это контрнаступление. И я уверен, я очень хочу верить, что это контрнаступление дойдет до конца, дойдет, освободим шушу, освободим все остальные захваченные наши земли. Конечно, трудно тягаться. Вы знаете, изначально и армянские СМИ, и, я могу сказать, даже большая часть армянской интеллигенции, они настроены именно как агрессоры. Они со своей стороны ведут пропаганду среди своих военнослужащих. Конечно, вы совершенно правы, когда сказали, что их принуждают. Ведь любой человек, даже если ему 18-19 лет, любой солдат понимает, что он воюет на чужой территории. На чужой территории. А зачем ты воюешь на чужую? И совершенно правы, великие слова сказал наш президент, что что делает армянский солдат на нашей земле? Если не хочет, чтобы его убили, пусть он убирается. Вот это правильно. Это должны наши солдаты, наша армия поднять как знамя эти слова, как лозунг. Поэтому, конечно, мы сейчас, мы все солдаты. Вы знаете, и писатели-солдаты, и рабочие солдаты, и инженеры-солдаты, деятели. Все солдаты и готовы поддерживать нашу армию, дух нашей армии. Мы должны поддерживать, мы готовы поддерживать. И если наступит момент, что люди уже, мягко говоря, не молодые, люди моего возраста, я вас уверяю, за моей спиной стоят тысячи и десятки тысяч моих сверстников, которые горят желанием, наконец, убрать их. Вы знаете, 30 лет это длится. Понимаем. Почти 30 лет. Уже у любого человека, у любого народа истекает терпение. Надо действовать. И в этом отношении приказ Верховного Главного был совершенно точен и совершенно оправдан. Вы абсолютно правы. И спасибо вам за вашу позицию. Спасибо вам за интересную беседу сегодня. Другой позиции у нас не может быть. Конечно же. Спасибо вам большое, что присоединились к нам и поделились своим мнением. А я напомню нашим телезрителям, что с нами был сейчас народный писатель Азербайджана, Натик Расулзаде. К этому часу у нас все. Оставайтесь с телеканалом CBC и будьте в курсе событий. До свидания.